Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это серия видео «Завораживающий русский», где я вам говорю о самых длинных, интересных, необычных словах русского языка. Сегодня у нас фамильярное слово, разговорное слово, то есть мы не говорим это в официальном контексте, с начальником, больше с друзьями, с семьёй. И это глагол выпендриваться. Что значит выпендриваться? Это когда мы хотим, чтобы люди на нас смотрели, чтобы они видели, какие мы супер, какие мы крутые. И выпендриваться – это немного негативное. У нас есть глагол также хвастаться. Хвастаться значит говорить, какой я хороший, какая я хорошая. Это хвастаться. Например, смотрите, у меня новое красивое платье. Это хвастаться. А выпендриваться – это больше, что мы делаем. Например, я живу на улице, где максимум, скорость для машин – это 50 км в час, как обычно в городе. И там есть место также, где это 30 км в час. То есть машина так, чтобы не ехать быстро. Но есть автомобили, которые обычно – это дорогие автомобили – Porsche, Ferrari. И они очень хотят показать, какой у них сильный, красивый мотор. И они едут очень-очень быстро. И мы слышим их мотор. И здесь мы можем сказать, да, они выпендриваются. Например, вы видите такого человека и можете сказать, не понимаю, зачем так выпендриваться. То есть зачем делать это, чтобы все вас видели, слышали, что у вас такая дорогая машина, если это только, может быть, 30 метров, и тоже это нехорошо для вашей машины и опасно тоже. То есть выпендриваться – это когда мы делаем что-то, чтобы люди смотрели на нас. Но это негативно. Ещё, например, вы приготовили завтрак, и ваша дочка, например, говорит, «А, я не хочу апельсин на завтрак». Вы можете сказать, ну, хорошо, есть хлеб с сыром. Нет, тоже не хочу хлеб с сыром. Ну, хорошо, тогда есть мюсли. И она говорит, нет, тоже не хочу мюсли. И тогда вы можете сказать, ну, всё, хватит выпендриваться. Хватит выпендриваться. Ешь, что тебе дают. То есть не будь капризной и ешь, пожалуйста, что я тебе даю. Вот это выпендриваться. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Напишите пример. Например, не выпендривайся. И потом, что человек сделал. Если вам нравится моя работа, ставьте лайк, 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 лайк. Подписывайтесь, чтобы получать информацию о новых видео. На моём сайте, если вы слушаете мои подкасты, пожалуйста, покупайте транскрипции, чтобы понимать все слова. И, конечно, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. А, да, ещё хороший пример. Ещё хороший пример. Например, вы на вечеринке. Вечеринка, праздник. И вы видите там русскую девушку, например. Она говорит, а да, я русская. А вы говорите по-русски. И вы можете сказать... Начать говорить с ней по-русски. Сказать, привет, а я тоже говорю по-русски. А откуда ты? И тогда какой-то другой друг может сказать... Хватит выпендриваться и говорить по-русски. Но здесь это немного некрасиво, потому что он хочет сказать, что вы хотите показать, какой вы супер можете говорить по-русски. И здесь, я думаю, очень правильно выпендриваться. Давайте все выпендриваться. И говорить на языке, который мы изучаем, как можно больше. Пока-пока!